Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Март начался, и начало марта у нас, знаете, проходит не только под знаком наступившей весны, замечательной весны, тепло за окном, но еще под знаком гражданской обороны. В первый день этого месяца, в первый день весны, у нас отмечался Всемирный день гражданской обороны. Да-да, Всемирный не только в нашей стране занимается гражданской обороны, оказывается, я лично не знал, а еще по всему миру. А вот сегодня, 3 марта, в среду, проходит всероссийская поверка систем оповещения, то есть включаются электросирены, громкоговорители, по местному времени подаются сигналы внимания всем, и кроме того, тестируется замещение эфира на общедоступных теле- и радиоканалах. Так что не пугайтесь, не бойтесь, это всего лишь то, что вы сегодня, может быть, услышите. Это говорит о том, что система работает, что Родина помнит, Родина знает, во всех нас думают, что произойдет, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация. Для этого у нас существует наша замечательная МЧС, наша замечательная гражданская оборона. Поэтому у нас сегодня в гостях представители этих ведомств, хочу представить. Это Юрий Алексеевич Ефимов, директор учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Тверской области. Добрый день, Юрий Алексеевич. И его коллега Николай Сергеевич Бондарь, начальник организационно-мобилизационного отдела Главного управления МЧС России по Тверской области. Добрый день, Николай Сергеевич. Добрый день. А вы нам можете задавать вопросы по телефону 3190. У нас прямой эфир, 3190. Если вас что-то интересует о системе работы нашей гражданской обороны, вообще, может быть, вы как-то сталкивались с этим, что вы думаете, может быть, есть какое-то мнение, что надо улучшить, звонить по телефону 3190, постараемся ответить на ваш вопрос. У нас прямой эфир, программа «Тема дня». Ну что ж, скажите, уважаемые гости, у нас день гражданской обороны всемирный. То есть, как я уже сказал, верно я понимаю, что ваши коллеги работают и по ту сторону границ в других странах? Да, конечно, различные структуры во многих странах. Многие страны имеют свои органы власти, свои подразделения, которые занимаются непосредственно гражданской обороной. Это действительно международная организация, члены которой помогают друг другу, обучают друг друга, учатся друг у друга. Ну и в таком роде. Николай Сергеевич, а вот эта структура на уровне нашего замечательного МЧС, то есть такое мощное ведомство, которое располагает и самолетами, и наземной техникой, и так далее, или это все-таки не на уровне министерств? Нет, это в основном на уровне министерств, но можно тут отметить, что министерство нашей страны, МЧС России, занимает ведущую роль в международной организации, как в плане обучения коллег, так и в плане оказания помощи в тех или других крупномасштабных черчайных ситуациях. А вот так, если не скромничать, как мы выглядим на фоне зарубежных коллег? Потому что я смотрю репортажи моих федеральных коллег, вот пожар в Греции, мы, пожар в Португалии, мы, где-нибудь землетрясение, снова смотрю, наши самолеты высаживаются, ваши коллеги работают, и так далее, и тому подобное. То есть у меня создает впечатление, что мы действительно среди лучших. Я правильно думаю или ошибаюсь? Так и есть. Да, так и есть. Подготовка российских спасателей не раз была отмечена на международном уровне, особенно в тех вопросах, которые касаются защиты населения территории от черчайных ситуаций за рубежом, на территории любых стран, в любых условиях. Также еще можно отметить участие наших подразделений в ликвидации последствий военных конфликтов на территории других стран. Также к этому имеет отношение МЧС России, Министерство обороны, совместное действие, очень эффективное и в целом так. У нас даже генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны с 2013 по 2018 год был Куршинов, наш представитель МЧС. Ну а сейчас, вот в 2020 году, генеральным секретарем МАГО назначен представитель Камеруна. А почему Камеруна? А, 49, по-моему, 59 государств-членов МАГО, и вот они по очереди. То есть не зависит от влиятельности, ну опять-таки, если это мощная структура или наоборот, там страна, в которой два трактора и все. Нет, 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 нет. Есть, это, ассамблея собирается и назначает. А вообще структура чем занимается? Это такое ООН только в плане МЧС, ну и вообще гражданской обороны? Ну, эта организация, она как бы вышла из организации Ассоциации Женевских зон. Это было создано в 1931 году генералом французским, генералом медицинской службы. Создавал он эту организацию с целью создания территории безопасности во всех странах. Ну, то есть, другими словами, чтобы в любой стране была какая-то зона безопасности, куда можно было гражданское население эвакуировать, и чтобы там не было военных действий. Это вот такая изначально. Ну, сейчас уже, конечно, несколько задачи, могло, поменялись. А каковы они сейчас? Ну, в основном, как бы, продвижение знаний в области гражданской обороны, в области защиты населения. Зонания, опять, среди как раз простого населения, администраций. Да, конечно. В те времена, в 1931 году, еще, я думаю, были свежие воспоминания о Первой мировой войне, где это было... Там можно было эти зоны создать, а сейчас сложновато, оружие поменялось. На самом деле, это было больным вопросом, и вот этот вопрос решили таким образом, создание именно безопасных зон. В те же примерно времена появилось так называемое понятие, если я не ошибаюсь, не комбатант. Это те представители, те люди, в которых нельзя стрелять. То есть к ним и Красный Крест относятся, и спасатели, и все те специалисты, которые не участвуют непосредственно в военных конфликтах против больших сторон, а именно занимаются помощью населению. А сейчас уже, конечно, расширились возможности, функции гражданской обороны. Гражданская оборона — это теперь не только система мероприятий по защите населения территорий в условиях военных конфликтов, но еще и при чрезвычайных ситуациях крупномасштабного характера. Что мы видим, то есть зачастую последствия чрезвычайных ситуаций мало чем отличаются от последствий военных конфликтов по своим разрушениям силы, если мы возьмем крупномасштабное наводнение, землетрясение. Поэтому эти вопросы, задачи, они всегда будут актуальны. Ну и несколько вот дополню ответ на предыдущий вопрос. Международная организация является межправительственной организацией, целью которой является содействие государством в создании структур, обеспечивающих защиту и помощь населения, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом стихийных, антропогенных, то есть связанных с человеком, бедствий. И эти структуры обычно известны как гражданская защита или гражданская оборона. То же самое, что у нас сейчас. — Скажите, а вот помощь оказывается в первую очередь международной организацией странам, скажем так, третьего мира, то есть где в Африке произошло взрывное трясение или наводнение, там и страны Южной Азии. Или вот, к примеру, когда помните, это было большое наводнение в США, вот в результате урагана Катрина на юге США, то есть мощная держава, они тоже принимали помощь в этой организации или нет, мы сами справимся? — Нет, я считаю, что независимо от того, какого мира страна, где произошла та или иная черченая ситуация, очень важно, справляются ли те силы и средства, которые есть в данном государстве, с теми последствиями, которые вызвала данная черченая ситуация. В любом случае, ну, на примере нашей страны, я могу сказать, что при любой крупномасштабной черченой ситуации Российская Федерация всегда предлагает свою помощь. — Именно предлагает. — Именно предлагает. А соглашаться на эту помощь или не соглашаться, это уже конкретное решение правительства конкретного государства. И если, ну, скажем так, правительство видит, что необходимо в кратчайшие сроки, чтобы больше спасти жизни людей, быстрее восстановиться, им необходима помощь, то они принимают эти предложения. Если же они понимают, что справляются сами, то, соответственно, нет. — А мы принимаем чью-то помощь? Или сил МЧС, опять-таки, ну, и армии, конечно же, в наших местах администрации хватает? Вот на вашу память что-то было, когда в последний раз приходили на помощь? У меня только землетрясение в Армении приходит на воспоминания, но тогда у нас еще МЧС как такового не было, собственно говоря. — Ну, в принципе, вот на моей памяти, исходя из того, что знаю, все черченые ситуации, какие-либо иные бедствия крупномасштабные, всегда хватало сил МЧС России, других силовых структур, и не было необходимости привлекать кого-либо извне. — Но они хотя бы предлагали извежливость? Или они, а, русские мощные структуры, они сами справятся? — Ну, а что они могут предложить с другой стороны? — Понятно, когда мы сами всем помогаем. — То, чего нет, да. — Те же самые самолеты Би-200. Ну что ж, а мы пока предлагаем посмотреть вам рекламу. Три минуты, не переключаясь, потом продолжим говорить о гражданской обороне. И у нас начало марта проходит по знаком этой мощной организации. — Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о гражданской обороне. Поговорили о том, как она действует на международном уровне. Выяснилось, что мы лучше всех. А что внутри страны? Скажите, мне это интересно. Нас всех с детства, со школы учили каким-то элементам гражданской обороны. Что делать, как действовать в случае техногенных аварий. Тогда еще, может, каких-то военных конфликтов. А что сейчас изменилось в плане нашей организации гражданской обороны с советских времен? Или ничего, может быть, не изменилось? — Ну, что можно сказать? Гражданская оборона — это, в первую очередь, система мероприятий по подготовке к защите, защите населения, территорий, имущества от опасности, возникающих в ходе военных конфликтов, а также при черчайных ситуациях природного техногенного характера. Эта система существует и функционирует на государственном уровне. То есть, в нее вовлечены абсолютно все органы власти, как на федеральном, так и на местном уровне. И поэтому в системе гражданской обороны Российской Федерации каждое ведомство выполняет какую-то свою конкретную функцию в зависимости от своих полномочий. — А ведомство начинает опять от МЧС и кончает главой сельского муниципалитета? — А ведомство — это каждое министерство, не только МЧС. — Да, да, я понимаю. Начиная от федеральных министерств? — Начиная от правительства Российской Федерации и заканчивая последним органом местного самоправления, последним сельским поселением, населенным пунктом. — Юрий Алексеевич. — 4 октября день гражданской обороны празднуется у нас. — В России, да. — А, Юрий Алексеевич, ну все-таки, мне интересно, что с советских времен, какие-то коррективы были внесены? — Ведь раньше это было, по сути, визни военных, да, раньше гражданской обороны в советские времена? — Ну да, раньше и руководителем был гражданской обороны первый заместитель министра обороны. — СССР. — СССР, да. Но сейчас несколько подход другой изменился. В 90-е годы несколько принизили эту гражданскую оборону. Сейчас мы наверстываем все это дело. В школах организованы и, в общем-то, на достаточно серьезном уровне занятия. Но, опять же, зависит от качества подготовки того же преподавателя, откровенно говоря. — А кто вот эти занятия проводит? Сотрудник, опять-таки, в ваше ведомство приезжает или какой-то из учителей назначается? — Учителя. Где-то учителя ОБЖ, где-то учителя БЖД, это в зависимости, или ты в колледже это занятие, или же, например, в средней образовательной организации. Но я полагаю, что зачастую вот эту вот ставочку, наверное, какой-то преподаватель имеет, и как бы общественная нагрузка. Потому что, судя по анализу приходящих к нам слушателей по этому направлению, маловато их приходит. — Ну, хотелось бы так же добавить, что также, чтобы нивелировать, скажем так, эти погрешности, сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области регулярно проводят открытые уроки в классах, как по пожарной безопасности, так как по использованию средств защиты. Сейчас, ну, каждый месяц по каким-либо поводам, либо это месячник гражданской обороны, либо это месячник, посвященный еще чему-либо, всегда специалисты надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарных частей, в школах проводят уроки, уча детей, как правильность себя вести в тех или иных ситуациях. Также проводятся открытые уроки в пожарных частях. Недавно мы были на защитном сооружении, также с экскурсиями детскими рассказывали, что, как и почему. Поэтому стараемся, работая на этом направлении. Проводятся соревнования на областном уровне, на межрегиональном уровне. Юный пожарный, юный спасатель, юный водник. А что нужно сделать детям? Неужели ему доверяют пожарный рукав, слуга, или что нужно сделать детям в таких пожарных соревнованиях? Ну, или там юный водник и так далее. Нет, команды сформированы. Получается, ежегодно проводятся соревнования у нас на уровне области. То есть, каждый район, который участвует, представляет свою команду. То есть, до этого, допустим, были проведены в районах какие-то соревнования. Там была сформирована команда, либо победившая команда участвует в областных, в полимпийской системе. Победитель области выезжает на межрегион. Если органы местного самоправления в этом заинтересованы, то они оказывают всяческую поддержку. Соответственно, по программе соревнований проходят постоянно тренировки, занятия. Где-то факультативные часы в школе, где-то для этого прямо учебные часы отводятся. Дети занимаются, повышают свою профессиональную подготовку. Да, там различные от, грубо говоря, ориентирования, от каких-то элементов туризма до именно непосредственно пожарной подготовки, где они сами со стволами тушат пожары. Ну и не забываем о технике безопасности. Обязательно с ними проводим занятия. В 50-й школе мы проводили занятия. В Тверской области? Да, у города Твери. А, или Твери. Да. Потом, ну это одна из школ. Затем проводим занятия по безопасной жизнедеятельности. Это в тех же детских садах. Например, 49-й детский сад проводили. Ну, на память просто пришло солнышко. Детям нравится. В форме игр все это дело проводится. Скажите, а вот тоже я понимаю, что в приоритете, конечно же, правила поведения в случае пожара в школе, потому что школа, замкнутые помещения и так далее. К тому же, к сожалению, прецеденты имеются, когда вот такие помещения горят. Но учат ли детей, допустим, что делать, если детям же хлеб не кормить, да и там по льду походить? Что делать с твоей ровесник? Вот провалился под лед, к примеру, и так далее. То есть, действуем где-то в открытом месте, где тоже могут возникнуть. Или пожары, вот как бывают такие пожары, когда сухостоют целые деревни, бывает, выгорают. То есть, что делать в таких случаях? Ну, прежде всего, самое главное, это не, скажем так, не допустить, предупредить. То есть, основная работа проводится на предупреждение. То есть, этому ребенку или этому человеку, тем или иным людям, нужно, в первую очередь, объяснить, что нельзя выходить на лед, нельзя разжигать костры. Соответственно, работа о том, что делать, также проводится, также об этом говорят. Но упор основной о том, что именно не допускается делать, какие нормы, правила нельзя нарушать. Вот это самое основное. По поводу... Вы упомянули ориентирование. Тоже, ведь, сами знаете, из вашего ведомства приходит сигнал, что там дети заблудились, там заблудились, сам заблудились тоже. Насколько, действительно, важно научить ребенка ориентироваться в лесу, я не знаю, чтобы как-то выйти. Или, наоборот, выучить, там, если потерялся, как говорится, замри, тебя найдут. И самое главное, опять же, в рамках предупреждения, во-первых, детям одним в лесу делать нечего. Конечно. Все выходы в лес должны быть организованы. Все, скажем так, туристические вот эти вот походы должны быть в обязательном случае зарегистрированы. Сообщения в МЧС России, они должны держаться на контроле. А конкретно поведение в лесу, ориентирование, но все-таки это, наверное, не специфика МЧС России, это специфика тех преподавателей, которые их учат. Ну, бывает же горько преподавателей. Сколько случаев, когда с преподавателем заблудились. Вот основной вот это проблема. К сожалению, так, если с такой стороны подходить, то можно сделать спасателей, там, МЧС России ответственными за все, что происходит плохое, как бы. Вот, но на самом деле у каждого должна быть своя мера ответственности. Первая задача специалистов МЧС России, это не допустить, предупредить. А если эти предупреждения не имеют своего действия, то там уже другие заинтересованные органы и организации будут этим заниматься. Просто вам приходится, зачастую, заниматься, расхлебывать. Сейчас весна, вы уже предупреждаете рыбаков не выходить на лед, а я вот просто еду по работе и смотрю, этот сидит, этот сидит. Уже на лед страшно смотреть. Вы же каждый раз предупреждаете товарищу, не выходите. Да, сотрудники КИМС постоянно работают практически в крылосуточном режиме. Проводят рейды, предупреждают, проводят работу просветительскую в том числе. Но, к сожалению, всегда будут те, кто не выполняет правил, и от этого никуда, к сожалению, уйти. У меня всегда все предусмотрено, да, в ответ? Да, да, это все такие люди, то есть они говорят, я тут тысячу лет рыбачу, вот, поэтому что, ну, как бы, у меня все хорошо. И один раз его, как бы, повлияли, он вышел на следующий день, он нашел момент, вышел, что-то случилось, но, к сожалению, уже человека не исправили. Да, к сожалению, да, в том-то дело. У меня, знаете, давно такая мысль лично моя, что давно нужно, вот, если МЧС выпустил предупреждение, все, на лед не выходить в данном регионе, в Тверской области. Вот, знаете, со всех спасенных нужно брать деньги, потому что это огромный ресурс, это ГСМ, это люди рисковали жизнью. Но предупреждение было, было, не выходить на лед. Когда выходят сами, знаете, ладно один, а сколько случаев, когда там десятки, льдина оторвалась, так далее, вы мчитесь среди ночи, или когда там рано утром спасать. Хотя предупреждали ведь. Аналогичный вопрос у меня возникает, почему правительство не примет такие меры в заскании? Конечно, это огромный ресурс, это, я говорю, рискуют жизнь сотрудники МЧС, а ведь предупреждали, особенно, я говорю, по весне, это или поздно осенью, классика жанра. Я смотрю, включаю федеральные новости, там оторвало льдину, там 40 рыбаков, там 50, и так далее, с машинами еще главное. Ну, просто, я считаю, нужно действительно брать деньги, штрафы, в виде штрафа, в том числе на покрытие убытков. Потому что, я считаю, сотрудники МЧС без того есть чем заняться, потому что бывают пожары и так далее, есть куда приложить, как говорят, свои силы, материальные ресурсы. А это все-таки стоит немалых денег, как развивать спасательную операцию, к примеру. Ну, в любом случае, задачи эти перед нами стоят, задачи будут выполняться в любом случае. Но все-таки хотелось бы заметить, что определенная нормативная практика все равно есть. И зачастую нарушения тех или иных требований являются административным правонарушением, которые уже, соответственно, рассматриваются и по ним принимаются соответствующие решения. Хорошо. Вот мы говорили в начале эфира, что сегодня проводит Всероссийская поверка систем оповещения. Скажите, а вообще, что эта система оповещения собой представляет в целом? Комплексная система оповещения, ну, в первую очередь, это так называемые ревуны, рупоры... Которые мы видим на крышах домов. Да, которые издают длительные пронизительные сигналы. Этот сигнал означает команду, сигнал гражданской обороны, внимание всем. Вот расскажите телезрителям, сегодня, да, сегодня тренировка, но если про тренировку ничего не говорили, и вдруг там какого-нибудь там числа, не знаю, условного там 30 августа, люди слышат такой сигнал, что им делать-то вообще? Вот мне самому интересно. Если человек услышал такой сигнал в повседневной деятельности, длинный, длинный, громкий сигнал непрерывный, то первое, что ему нужно, это добраться до какого-то средства связи, телевизора... У всех телефон сейчас? Нет, именно, я имею в виду, до средств телерадиовещания. Вот. То есть, телевизор, радио... Включить радио через сотовый телефон в том числе? Может быть, лучше телевизор и радио... А какое радио? Не помню сейчас, какие каналы... Еще сохранилась эта радиосеть у нас. А, то есть, FM-радиостанция, это не считается? Нет, нет, нет. Просто я говорю, согласитесь, наш эфир должен носить в том числе практический характер. Вот люди нас слушают, допустим, им стало интересно, что делать, когда вы услышали ревуны? Сейчас в наше время у каждого есть телевизор, вот, если объявлен такой сигнал, то производится перехват телевещания. То есть, телевизор, как всегда, самое главное, товарищ телезритель, смотрите телевизор. Да, и именно в процессе перехвата телесигнала на экране каждого телевизора будет показано, что случилось, какой вид опасности появился, что при этом необходимо делать. То есть, возможно, это радиационная опасность, возможно, это угроза катастрофического наводнения, возможно, это воздушная тревога, допустим. Вот, и там будет прописано, какой вид опасности, что нужно делать, и дальше необходимо следовать этим указаниям. Ну, кроме этого, есть мобильные группы, и тот же самый наряд ДПС тоже. То есть, в любой встрече на сотрудничестве полиции, можно сказать, товарищи, да, что-то случилось, что тоже важно очень. Да, конечно. А сотовый телефон, ведь нам приходит оповещение, ну, по крайней мере, о том, что завтра в Твери ожидается усиление ветра, там, так далее. Такое оповещение придет тоже, что случилось то-то? Да, если это необходимо, и будут также отправлены такие сообщения на телефон. Просто я к чему-то все-таки 21 век, ну, телевизор, знаете, молодежь вообще любит гордиться. Я телевизор же не смотрю, у меня телевизора дома нет. Вы знаете, настолько система уже поставлена, что если действительно будет объявлен сигнал оповещения, то все, обо всем, все население будет оповещено 100%. Посредством всего телевизоров, телефонов, через громкоговорители, мобильными группами, которые будут по улицам вместе об этом говорить, то есть и такие тоже задачи есть. И в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне, которая у нас проходила 4 октября в прошлом году, на базе Тверской области отрабатывались комплексные практические мероприятия, где в том числе отрабатывалась система оповещения, работа мобильной группы оповещения и все остальные элементы, все задачи гражданской обороны. Научения получили высокую оценку, поэтому все это запланировано, все это будет и не стоит переживать. Николай Сергеевич, система оповещения стороны моих коллег оповещает меня о том, что у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас напряженная ситуация в мире, знаем мы все. Надо быть готовым ко всему. Я к чему это говорю? Мы вот раньше жили в Сталинском доме, там были подвалы оборудованные вот для такого случая, чрезвычайных ситуаций, можно было где скрыться. Я сама была, нас детей туда водили в качестве экскурсии. Там массивные железные двери, лавки, все это оборудовано на случай вот чрезвычайной ситуации, где мы могли спрятаться. А сейчас в хрущевках, в новых домах, этого же нет ничего. А вот что делать с простым населением в случае опасности? Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Да, я хотел бы сказать, что основными способами защиты населения, их два, являются эвакуация и предоставление населению средств коллективной защиты. Так вот, все-таки основным способом защиты населения является эвакуация. Если мы говорим о какой-то, какой бы то ни было обстановке в мире, то внезапно ничего не случается, в одночасье и в одноминутно. И если будут какие-то угрозы, население будет эвакуировано. Для этого есть все необходимые планы, все необходимые возможности. Обратимся к действующему законодательству в том числе. У нас на данный момент защитные сооружения, они предназначены для укрытия наибольшей рабочей смены организаций, которые продолжают работать в особый период. То есть, чтобы было понимание, если человек работает в особый период, так называемый, при тех самых угрожающих событиях, то он в случае опасности той же самой воздушной тревоги должен иметь возможность укрыться. Но не уехать куда-то в лес, потому что предприятие должно работать. Нет, конечно, предприятие работает, предприятие имеет все необходимые задания, поэтому в случае, опять же повторюсь, воздушной тревоги, организация обеспечивает укрытие своей работающей смены. И эти люди, которые, условно говоря, на заводе, они укрываются. Население, которое не работает в особый период, они в это время уже давным-давно должны быть эвакуированы в безопасный район. Поэтому необходимости укрытия для людей, которые не работают, как таковой, ее нет. Если рабочие на предприятии укрываются, все остальные эвакуируются. И поэтому защитные сооружения сейчас предусматриваются и создаются только для организаций, продолжающих работу в особый период, но и для нетранспортабельных больных. Эти условия соблюдаются, все подобные организации, предприятия, свои защитные сооружения имеют. И переживать насчет того, что, грубо говоря, что-то начнется, а нам некуда бежать, не стоит переживать, потому что в любом случае никто никого не бросит, и все люди будут защищены. Кто-то будет эвакуирован, кто останется работать, тот будет обеспечен укрытием, кто-то уйдет в армию. То есть, попросту говоря, вот эти все бомбоубежища, укрытия, которые появились еще в Сталинской, скажем так, время сейчас, это анахронизм, неактуально. То есть, сейчас в подвале простого дома, если что, не укроешься. Ну, МЧС России ведется учет всех защитных сооружений, которые сейчас числятся у нас. Также всеми ими занимаются органы местного самоуправления. Работа ведется те, в которых нет необходимости, списываются, либо меняется их тип. Поэтому не сказать, что это, ну, уже требования в любом случае поменялись. И к защите населения поменялись средства доставки, поменялись средства поражения, поменялись условия и какие-то геополитические моменты. Поэтому не стоит думать, что именно вам некуда спрятаться. В любом случае, даже если мы будем говорить о том, что необходимо укрыться от снарядов осколочно-фугасного действия, допустим, да, какими являются те же там ракеты, бомбы, то укрыться достаточно в любом подземном сооружении, нет, в любом сооружении подземного пространства. Это любой подвал. Любой подвал, поэтому... Ну, оборудование специально содержать, вот это, как женщина говорит, по прежним понятиям, вот... В этом нет необходимости, потому что в убежище у нас типы защитных сооружений разделяются на три типа. Это убежище, противорадиационное укрытие и укрытие. Убежище — это защитные сооружения с максимальной степенью защиты, которые защищают и от проникающей степени радиации, имеют повышенную степень защиты от воздушно-ударной волны. И такие защитные сооружения на соответствующем типе организации есть, находятся, эксплуатируются, со всеми необходимыми требованиями. И они позволяют нахождение укрываемых в течение 48 часов. По нормативам можно больше. Там запланирована провизия, запасы воды, электричество, фильтры вентиляционной установки. Также противорадиационное укрытие — это, условно говоря, ниже классом защитные сооружения, которые в основном направлены на защиту от радиоактивного загрязнения, от проникающей радиации. Но стоит понимать, что такие защитные сооружения, опять же, необходимы для организаций, исключительно для организаций, которые находятся в зоне возможного радиоактивного загрязнения. Соответственно, там также необходимые степени защиты, обеспеченность и так далее. И самый, как бы скажем так, условно слабый тип — это укрытие. Укрытие мало чем отличается от обычного подвала. Укрытие имеют естественную вентиляцию, то есть 2-3 двери, 2 запасных выхода. И там они должны позволять нахождению укрываемых до 12 часов. То есть, по большому счету, зашли, пересидели, ушли. Уже там не предусмотрено ни инженерных систем, ничего остального. Поэтому, в принципе, любой, по большому счету, если мы образно так говорим, любой подвал жилого дома, в который можно зайти с нескольких сторон, будет являться укрытием. И они все являются заглубленными помещениями подземного пространства, которые в особый период могут использоваться как укрытие для населения. И также они все находятся на учете, и все, как бы, с этим проблем никаких нет. Ну, понятный, серпучий ответ. Может быть, стоит упомянуть наиболее лучшие защитные сооружения? Это вагонзавод, почта, вокзал, Ростелеком. Ну, их много, на самом деле. Организации, предприятия, которым, согласно законодательству, полагаются иметь защитные сооружения, они их имеют, содержат в надлежащем виде. Постоянно проверяют сотрудники надзора в области гражданской обороны, Главного управления МЧС России, сотрудники прокуратуры. То есть, при проверке той или иной организации, того или иного муниципального образования, допустим, отдельной графой стоит вопрос о гражданской обороне, все защитные сооружения постоянно проверяются. Хорошо. Юрий Алексеевич, в начале программы я вас представил, в начале эфира, как директора учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Скажите, а чем вообще занимается ваш центр? То есть, верно, я понимаю, что вы как раз и проводите обучение всевозможных групп населения, вот это самое основное, а зам гражданской обороны, что и как делать в случае чего? Ну, сначала немножко о нашем учреждении. Значит, учреждение образовано на базе курсов гражданской обороны Тверской области, которые были образованы 25 января 1965 года. Учредителем нашего учреждения является Тверская область. Функции учредителя выполняет Главное управление региональной безопасности, ну и Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в рамках предоставленной компетенции. Имеем лицензию на осуществление дополнительного профобразования. Лицензия бессрочная. Предметом деятельности нашего центра является повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны Тверской территориальной подсистемы, РСЧС, иными словами, Единая госсистема предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе основными видами деятельности является подготовка должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, в том числе по программам пожарно-технического минимума. Готовим спасателей на водных объектах. Это вот, как правило, лето наступает. Тех спасателей, которые на пляжах обеспечивают безопасность, мы их готовим. Плохо то, что малое количество этих спасателей почему-то обращаются к нам для подготовки. Хотелось бы больше. А скажите, соответственно, мне интересно, допустим, есть отель, при нем пляж, ну или другой объект развлекательный, допустим, нужен спасатель. Приходит некий человек, говорит, я могу работать. Имеет право руководителя этой организации сказать, а вот есть у вас дипломы учебного центра? Какое-то свидетельство о том, что вы прошли? Если бы и так вопрос ставился, то у нас бы были люди. А вы выдаете все-таки человек, который прошел? Конечно, выдаю. Вот, самое главное. То есть, может руководить такой организацией потребовать диплом, выданный вашей структурой, вашим центром? Любое обучение, которое мы проводим, заканчивается зачетом и выдачей удостоверений или справки. Вот. Это главное. Вот. Тут на заметку всем руководителям структур, чтобы того берут на работу. Адрес нашего учреждения – это 2-я Грибоедова, дом 20, дробь 1. Располагаемся на территории колледжа имени Кайкова. Занимаем 4-й этаж. Что еще? Скажите, а кого еще обучаете? Вот, хорошо спасатели, понятно, на пляже. Чиновников, соответственно, верно я понимаю? Конечно. Слушателями нашего центра, согласно 273-му федеральному закону о образовании Российской Федерации, могут быть лица, имеющие среднее, профессиональное или высшее образование, или получающие среднее или высшее образование. Любой человек может быть… Значит, немножко может быть об организации нашей деятельности. Учреждение выполняет государственные задания, которые утверждаются учредителем. Система подготовки – это единая система подготовки в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Если раньше как-то эти две параллели шли рядом, то сейчас как бы вот так вот, единая система подготовки. Осуществляется образовательная деятельность нашего учреждения в соответствии с планом комплектования. Данный план является основным документом, который регламентирует нашу деятельность. Есть такие распоряжения – 882 РП и 883 РП правительства Тверской области. Это от 6-го, 12-го, 19-го года. Одно по гражданской обороне, другое по чрезвычайным ситуациям. И там четко сказано, что руководители организации, муниципальных образований должны представлять до 1-го июня года предшествующего обучению в наш адрес заявки. Эти заявки объединяются. И до 1-го июля, может быть, в зависимости от ситуации, недельку позже, мы предоставляем для утверждения учредителю план комплектования. Этот план комплектования утверждается, и мы начинаем на следующий год по данному плану работать. Обучение заканчивается итоговым занятием, как я уже говорил, и слушателям, успешно сдавшим зачет, то есть успешно прошедшим курс обучения, выдается удостоверение соответствующего образца. — Юрий Алексеевич, тоже в начале эфира Вы упомянули, что не идеально с обучением в школах, как раз тоже гражданская оборона, безопасность и так далее. Мне вот, я Вас слушаю, логичным кажется, что любого преподавателя, даже если нет учителя такой специализации в школе, допустим, хотят кого-то дополнительно из своих, физрука, допустим, еще давай физрук будешь ОБЖ вести, к примеру, или просто стороны приходит человек, хочу вести. Ну, мне кажется, все школы должны тогда направить к Вам такого человека на курсы. — Обязательно, конечно. — И, соответственно, если человек приходит и говорит, а я знаю, я могу, я знаю все право ОБЖ, ну, опять покажи справку учебно-методического центра, ведь это, мне кажется, более чем логичным. — Да, конечно. — Тем более, главное, а главное мне сказал, с 1 января 2020 года все обучение за счет субсидий, то есть все товарищи, все должностные лица или специалисты, которые в свое время подали заявки, попали в план комплектования. — Получается бесплатно подать заявку? — До 1 июня. — Ну вот получается, опять-таки, школа, ведь они тоже, как всегда, начинают готовиться к новому учебному году заранее, не 31 августа. Они должны знать, у нас нет такого предметника. Можно, соответственно, до 1 июня направить Вам заявку, и это будет бесплатно, верно я понимаю? — Конечно. — То есть сразу просто нас слушают, скажут, что это деньги, наверное, у нас нет в бюджете. То есть Вы бесплатно обучите того же самого физрука, трудовика, кого угодно? — Конечно. — И это будет уже не какое-то самопальное, что называется, занятие, а именно знания, подчерканное в интернете, а именно человек, который пройдет обучение профессионалов. Это вот к вопросу, возвращаясь в школьное образование. То есть, если у Вас есть претензии, как-то, я не знаю, может быть, Вам поговорить с городскими управлениями, муниципальными управлениями, образованием товарищей, направлять, мы обучим бесплатно, самое главное, бесплатно, у них все сразу деньги упирается. Мы научим. И Вы будете обучать детей. — Может быть, как бы, влияет на это все дело текучка, текущие дела. Как бы, все-таки, это не осела такая мысль, что гражданская оборона, там, безопасность, это как бы, вот у меня вот это вот, у меня вот это человека не хватает, у меня крыша там течет, вот эта вот текучка заедает. — Ну, не знаю, там, что течет, у них какая крыша, но, учитывая, какое значение сейчас уделяется безопасности детей, сколько, к сожалению, происшествий происходит и в образовательных учреждениях, там, не знаю, снатолий, пионерлагеря, вот помните все эти несчастные случаи в Карелии на Сям-Озеро, это же дети. Да, это вроде бы уже не учебное время, это были летние каникулы, но, тем не менее, вроде бы отправили в лагерь какой-то, по сути, загородный. А там, на мой взгляд, была халатность, помните, там была плохая погода и так далее. А ведь, наверное, если бы такие педагоги прошли бы обучение, мне кажется, ну, может, я ошибаюсь, конечно, Николай Сергеевич, но вам, учитывая, что вы взаимодействуете со школой, проводите соревнования, то-се, нужно собрать директоров школы, да вот хоть сейчас третью четверть пока, сказать, товарищи, вот сколько в Твери, 52-53 школы, если у вас учителя есть, есть такие предметы, которые профессиональные, потребуют в них справку? Нет, присылайте, мы обучим. До 1 июня подавайте заявки, мы обучим бесплатно. И к 1 сентября у вас будут квалифицированные, то же самое, сейчас уже начинают готовить загородные лагеря, то же самое. Ведь вы, мне кажется, можете как-то обратиться ко всем директорам, присылайте. На самом деле, проводится работа, проводится совместная работа не напрямую с школами, а непосредственно с Министерством образования, то есть области, тесный, плотный контакт, все эти вопросы прорабатываются, стоят на особом контроле, поэтому, да, конечно, и работа все равно в этом потихонечку идет. По поводу обучения, кстати, еще сказал, что, хотел бы сказать, что во многих организациях, где существует такая необходимость, есть специалисты в области ГООЧС. И эти специалисты в области ГООЧС также могут проходить в ОМЦ, скажем так, переподготовку. Повышение, об этом я сказал. Да, повышение квалификации. И это, на самом деле, будет очень качественным. Потом просто они даже в работе с нами будут лучше отрабатывать свои документы, проводить свои мероприятия, и меньше будет у них из-за этого проблем. А вы бесплатно учите только представителей, ну, скажем так, казенных учреждений? Кто попал в план комплектования, все бесплатно. Все бесплатно. То есть, кто вовремя, попросту говоря. Да, да. То есть, есть какой-то коммерческий, опять-таки, отель, условно, частная там база отдыха, к примеру. Если они знают, что им нужен специалист, они могут до 1 июня к вам заявку отправить, и вы бесплатно, опять, что важно. Обычно мы обучение не проводим. Вот, то есть, ну, это тоже, согласитесь, важно. Сейчас все упирается в деньги, и вот сейчас нас слушают просто, я говорю, скоро у нас начинается летний отдых. Летний отдых. Тверская область, это область озер, рек и так далее. Полно сейчас, сами знаете, частных учреждений, которые предлагают отдых там на лодках, на чем угодно. За денежки. С плавой по рекам. Да, я уж молчу, потому что за денежки. И они могут сказать, ой, извините, мы бедный бизнес, у нас нет денег, вы бесплатно научите. Бесплатно. Чтобы у нас не было таких проблем, как в Карелии, у нас в Карелии, там, в Финляндии тысяча озер. У нас их езжа больше тысячи. Ну, бесплатно это за счет субсидий. Вот. Ну, неважно, но самое главное, просто, я еще раз говорю, просто, я знаю, педагоги любят директора школы, у нас там денег на покраску не хватает, мы будем еще педагога учить. Частная база тоже самая. Здесь такой момент еще возникает, понимаете. Встречаются такие моменты. Вот мы готовим бесплатно, да, но он в каком-то муниципальном образовании. Ему сложно сюда приехать. Если раньше люди приезжали, слушатели приезжали, жили в гостиницах, им оплачивали командировочные, сейчас, видимо, этот оброс почему-то отошел в сторону. А, то есть они скажут, а житие будут зачищены? И они, даже если мы бесплатно обучаем, они все равно, значит, какими-то методами заплатят кому-то там, какому-то дяде какие-то копеечки, получат какое-то удостоверение. Вот. И на этом вопрос... Это первый век, ведь может, соответственно, опять директор такой школы или такого учреждения, куда придет, скажет, а я специалист, как-то вам позвонить и узнать, учили Иванова или как? Как-то, ну, сейчас, мне кажется, все это решается. У нас есть учет полностью. Мы проводим очное обучение, очно-заочное обучение, дистанционное обучение. Все виды. Так что не обязательно весь и гонцикам ехать, там на полгода учиться. Ну что ж, мы заканчиваем наш эфир. Программа «Тема дня» говорили о гражданской обороне. В конце у нас красный эфир. Интересный разговор. Товарищи руководители учреждений, не экономьте на безопасность. Проводите, если у вас есть штатная структура, специалист, неважно, спасатель на пляже или там учитель ОБЖ, или просто специалист, если у вас какой-то, не знаю, там, большой отель и так далее, завод, предприятие частное. Присылайте. Вот вы слышали, учат бесплатно, не экономьте на безопасность своих сотрудников. Это вам потом только зачтется. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». Спасибо вам. Всего вам хорошего и безопасности вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok